Сегодня мы все чаще и чаще слышим, как исчезает тот или иной вид животных. Некоторых животных сейчас вообще нет, а ведь когда-то, например, лет 10-15 тому назад мы могли их видеть. Человечество ставит под угрозу выживания животных и птиц. Люди все реже задумываются над угрозой для жизни животных. И это очень обескураживает. А что будет через 20-30 лет? Что мы оставим своим внукам? Итак, всем привет! С вами Взрыв Мозга и это 10 самых редких и исчезающих животных в мире. Поехали! Зубр. Это дикий бык, который является самым тяжелым по своей весовой категории во всей Европе. Сегодня численность такого зверя составляет около 3000 особей. Шлемоносный казуар. Это небольшая птица, которая по своей внешности очень красива. Что примечательно, эта птица не летающая и в своем весе может достигать до 80 кг. Сейчас это достаточно редкое животное. Всего около 1500 единиц. Гавиал. Это самые медленные и редкие крокодилы. В 1970 году они считались исчезнувшими животными, но благодаря программе по искусственному выведению животных, разработанной в Индии, они были выведены до 1500 особей. И теперь с полной гордостью можно сказать, что этот вид остался. Большая панда. Большие панды обитают в Сычуань и Тибете. В Китае это животное очень ценится, так как является национальной эмблемой данной страны. Длина такой панды достигает до полтора метра и имеет вес от 30 до 160 кг. Панды питаются только растительностью, а именно бамбуком. Взрослая панда съедает до 30 кг бамбука, но они не отказывают себе в белковой пище, такой как мелкие птицы, яйца и некоторых насекомых. Их осталось всего около 1200 единиц. Снежный барс. Живет снежный барс в Центральной Азии. У такого животного значительно короткие лапы и очень гибкое тело. Его вес достигает до 55 кг. Обычно такого животного можно встретить на высокогорьях, на альпийских лугах, скалистых местностях, обрывистых ущельях, безлесных скалах и также снежные зоны. Численность этого редкого животного менее 2000 единиц. Лошади Пржевальского. Обитают такие лошади в Центральной Азии. Сейчас насчитывается, около 2000 особей по всей земле. Как же живут такие лошади? Лошади Пржевальского избирают вожака, формируют небольшую стаю и пасутся на поле. Горные гориллы. Сегодня горных горилл, к сожалению, насчитывается около 720 особей. И это все из-за того, что где они живут, часто стихийные бедствия или это браконьеры, которым нужны лишь деньги и добычи. Амурский тигр. Амурский тигр обитает на юго-востоке России, по берегам Амура и Усури в Хабаровском и Приморских краях. Этот тигр отличается от других тем, что только у него есть на животе 5-сантиметровый слой жира, который помогает сохранить тепло в низкие температуры и в леденящий ветер. Яванский носорог. Длина яванского носорога составляет 3 метра. Высота такого зверя достигает до 1 метра 70 сантиметров. У носорогов обычно два рога, но этот носорог совсем не такой. У него имеется всего лишь один рог, в высоту он где-то 20 сантиметров. Сейчас на планете Земля таких особей насчитывается около 60. Такие носороги обитают на острове Ява и в Индонезии. Китайский речной дельфин. Наиболее редким и исчезающим животным является китайский речной дельфин, который был впервые обнаружен в 1918 году в озере Дунтин. Был распространен в центрально-восточной части Китая в реке Цяньтань и в озерах Дунтинху и Паянху. Китайский речной дельфин относится, как не кстати, к одним из самых редких млекопитающих на Земле. В 1996 году его вид был занесен в Красную книгу в разделе критического состояния. В ближайшее время на Земле таких особей насчитывается от 5 до 13 единиц. А на этом все друзья, берегите природу и подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока!